Всем привет, с вами Роман Роскольников. Мы продолжаем играть в корейский хоррор под названием White Day. В прошлой серии я уничтожил какое-то дерево. Там, вылил на него растворитель, потом ещё и поджёг его с помощью зажигалки и спрея от комаров. В принципе, вот я оказался в этом классе, и мы закончили на этом. Так, вот записка ещё есть, кстати. Документ. Конспект по биологии. Паук. Является челестоногим. Паукообразным. Что? Это не ошибка? Восьминогие? Фу! 6-8 глаз. Части тела, голова, грудная клетка и живот. Какая разница? Облуждающий вид и... Так. И об... Обосновывающиеся, они не могут жевать. Они растворяют их добычу с желудочной жидкостью мерзко. Её тонкие... Её тонкие кости и мягкие тела делают его трудно сохранившимся образцом, тогда что они делают в лаборатории. На следующей неделе это оценка паук-веса, используя образец. Паук-веса, используя образец. Вот это предложение. Вообще непонятно, что они хотели этим сказать. Учительница обещала рассказать страшную историю, когда занятие закончится в начале следующей недели. Я в восторге. Так, что-то про паука там написано. Так, ты там опять в ящике опять не сидишь? Вроде нет. Сейчас опять неожиданно из ящика там выглянет эта страшная рожа. Ну, она даже не страшная, она просто неожиданная. Так. Зато у нас теперь есть ключ. Мы можем попасть в другие кабинеты, которые раньше не были открыты. Так, мы вот тут ещё не смотрели. Это рисунок жука прилипал. А, я уже-то смотрел. Ну, возможно, когда я перезапускал икру, я мимо пробежал и забыл посмотреть. Но, в принципе, мы это уже видели. Вот это бабка где сидит. Оф, ломашка. У меня шесть штук есть. Думаю, сейчас, если много предметов найдём, мы сохранимся, чтобы я их заново не искал. Так. Это что такое? А, часть... Расписание занятий математика. Вот неудобно то, что они сделали такой маленький шрифт, так ещё и... Часть расписания занятий математика. Кусок расписания класса математика, написанный на ней. Так. А в том классе... А в том классе была такая часть или нет? Так, какая-то его с цепями мы не видим. Ладно, давайте потом дверь откроем и эту дверь закроем. Нет, здесь нормально всё тут, нет ничего. Так, рисунков на стенке нету. Так, вот тут мы можем открыть. Ну, теперь все двери можем почти открыть, да, получается? Так, тут у нас расписания нету. О, бич-пакет. Ролтон. Так, тут нет ничего. Ну всё, если там дальше эта бабка будет сидеть до сих пор в этом шкафчике, это уже как бы не работает. Это уже на второй раз было не очень, а уже на третий, на четвёртый, на пятый, на шестой. Так, ты уже как-то само собой ожидаешь, что она сейчас вылезет оттуда. Кстати, интересно, насколько проработан искусственный интеллект у уборщика. Даже если он буксовал на одном месте, он может, короче, понять то, что если все двери открыты, а, например, одна дверь закрыта, то я нахожусь именно в этом классе. Или он будет искать именно там, где дверь открыта, заглядывать в класс. Потому что мы уже видели то, что если дверь открыта, это его привлекает, внимание его, один грамм гири. И он, следовательно, как бы, в эту дверь заглядывает, потом её закрывает. Следовательно, так ему можно помешать, например, убегать от него, там, чтобы все классы были открыты, в один класс забежать и закрыть дверь. Он, скорее всего, отвлекётся на именно на открытую дверь, а что даст нам немного времени для того, чтобы сбежать, спрятаться. Так. Кусок расписания здесь имеется? Имеется. Часть расписания занятий математика. Кусок расписания класса математика, написанный на ней. Так, ну мы можем теперь сохраниться, как найдём доску. Я не хочу заново ходить. Тут эта бабка сидит. Тут тоже. Кстати, он взял сам шкафчик, захлопнул. Так, табель, второй класс. А табель, второй класс, карточка хорош ученика. Похоже, он или она занимает второе место, получив несколько не те вопросы. Наверное, ответив мне на те уникальные вопросы. Несколько не те вопросы. Так, вот, кстати, мы подбираемся к доске объявлений. О, дерево. Вроде другое стало дерево. Или я здесь ещё не был. Так. Расписания нету. Ну, вот здесь я вроде как в этой комнате был. В самом начале вроде как я был. А потому что как мы... Ну, вот её там не было, это точно. Так, это что такое было? Может, она вылазит, если я очень часто в ящике открываю? Такая, может, хватит тебе уже открывать ящики? Может, пойдёшь выполнять задание? Так, отлично, давайте мы сохранимся. Так. Ну, конечно же, пустой флот. У меня ещё очень много фломастеров, так что я... Могу тебе это позволить. Так. Надо было сохранить, после того, как я документ нашёл. Секрет пруда. Давным-давно раньше был небольшой пруд между главным зданием и актовым залом. Говорят, что пруд был создан в результате взрыва бомбы во время войны. И там были уничтожены палатки беженцев, которые были там... Которые были там. Очевидно, каждый беженец в палатке умер. Было сказано, что до пруда было окрашено красной кровью. А, что дно пруда было окрашено кровью. Есть ещё один рассказ про пруд. Если вы напишите вашу просьбу и придёте к пруду, и они исполнятся, вы будете жить долго и счастливо. В предупреждение, если никто не появился, то вы умрёте от проклятия пруда. Да, Сом, тихим и застенчивым студентом, была влюблена в старую студента по имени Чан Йелем. Её ревности всё больше она больше не могла бороться с тоской. Наконец, она решила написать письмо Чан Йелем и ждать у пруда. Но её письмо так и не добралось до него. Письмо прошло через много рук, но где-то заблудилась. Да, Сом не подозревала, что её письмо не было доставлено и ждала её так и ловсю ночь. По кромке пруда холодной ночью прошла у пруда, заставила её спуститься с тяжёлой лихорадкой. Ей пришлось пропустить школу в течение некоторого времени. После до Сом, едва оправивших, она вернулась в школу и была ещё тише и более робкой, чем раньше. Её друзья пытались, как могли, утешить её, но она оказалась по переводу в другую школу. Короче, она перевозила в другую школу. А оставалось всего несколько дней, её тело нашли в плавающем фруду. Сказали, что в ночь с убывающей луной появляется призрак, который молча смотрит на здание. Говорят, раздутый призрак, а сверкающий глазами, капающими под ним мокрые волосы, ищет мальчика с письмом. Сверкающий глазами, капающими под ним мокрые волосы. Короче, с мокрыми волосами ищет мальчика с письмом. Блин, похоже, что-то я, похоже, в общем-то, зря, наверное, подобрал то самое письмо. Но что-то мне подсказывает, что это то самое письмо, которое я с собой таскаю. И теперь меня какой-то со сверкающими глазами кто-то там ищет. Так, давай... Ключ не подходит, представляете? Только не надо говорить о том, что здесь тоже не подходит ключ. Они сейчас... А, они сейчас скажут. Такой, извини, братан, у тебя ключ не тот. Так, тут у нас тоже нет ключа для этого. Так, возможно, я еще там не все осмотрел. Упс. А... Что с ним такое? Оно осталось после... Похоже, когда люди с утра придут, то очень сильно удивятся, что это за штука. Так, кстати, а сколько у меня монет-то? Мы можем себе что-нибудь купить? Так, основные предметы. Ключи. Использует предмет, закуска. Так. Школьная монета. Одна штука у меня всего лишь. Можем, в принципе, соевое молоко купить пока здесь. Так. Давай соевое молоко. Отлично. Значит, сейчас нам не подходит ключ. Нам, так, нужно вернуться назад, откуда мы пришли. Но зато, я как понял, мы открыли вторую дверь, и мы можем... В общем-то... У нас есть две лестницы, которые ведут наверх, так что... Мы можем обойти охранника, если он, в общем-то, будет там тупить где-нибудь, стоять на этом месте. Кстати, вот на этой лестнице я еще вроде как не все исследовал. Так что давайте... Заглянем вот сюда вот. Вот всегда вот там вот кто-то шумит. И надо еще на самый верхний этаж подняться. Крылья. Это рисунок плачивающего ангела. Так, давайте мы посмотрим, что у нас наверху. Что, они что, не спрятали ничего? Ну ладно. Так, сейчас я нахожусь на втором этаже. Куда мне идти? Я пока что... Я уже забыл, куда мне нужно было идти. Ха, 282. А, в 282 же мне надо было... Ой, то есть 28. 28. Мне, похоже, надо вернуться. Так, ну там, где двери открыты, это я там уже был, получается. Так, 2, 10. 2, 9. 2, 8. Так, ну все, я теперь могу сюда попасть. Нет, не могу. Нет, могу. Ничего не вижу. Я... А, ничего, я не вижу Сона Янг. Отлично. А, документ. Опять эта дурацкая долгая записка. Голос, который меня манит. А и Б. Были очень близки одноклассниками. А всегда заботился с АБ, которая была очень крупкой. Б всегда был благодарен, А, за это. Без А, Б знал, что будет невозможно иметь нормальную школьную жизнь. Б, А, был самым важным человеком в мире. Затем, в один прекрасный день, произошел несчастный случай. И в школе случился пожар в старом здании школы. И, к сожалению, Б был внутри. Б не смог убежать и погибла в огне. А, был глубоко опечален в смерти Б. Она могла почти услышать Б. Крик. Имя А. Молял ее спасти. В воображении А отчаянный голос, зовущий на помощь от Б. Постепенно наполнялся обидой. А стала очень глузной и думал, что Б, смерть была ее вина. После этого А ни шагу не делала за пределы ее комнаты. Ум был полон мыслей А, Б, даже во время сна. Б появилась во сне, обижаясь. А не смог быть там, чтобы спасти Б. Бодрствование не отличалось... А. Не отличалось. Голос Б всегда следует за А. А знал, что это должна быть слуховая галлюцинация, созданная ее печаль и чувством вины. Но А был в вагоне, тем не менее. А начал терять вес день за днем, страдая от боли и чувства вины. Тогда одна ночью по-тихому сбежала из дома, чтобы посетить школу. А прошла скамейки в школьном дворе, где они всегда сидели и болтали друг с другом. И прибыл на то место, где Б скончался. А услышал обиженный голос. Б. Б. Еще. Наверное, снова хотели написать. А. Думал, что настало время положить конец ее агонии, чтобы избежать печаль и чувства вины, а потерять друга, которого она любила. А. Выбрала самоубийство. Мысль идти туда, где Б сейчас был бы единственный способ вырваться из навязчивого голоса из Б. А. Решил повеситься. Но боль была настолько велика, что А не смог дышать, пока ее взгляд медленно угаса. Так как если придет поприветствовать А, в лице Б оказалось чуть перед ней лицо Б, светящееся туманным синим светом, было светло, улыбаясь. Б подошел ближе и шепнул А. Спасибо, мне нужно, чтобы ты умер. Поэтому я мог жить снова. А. Боролся, чтобы спасти себя от своей судьбы. Голос, который только что шептал голос Б, тот же голос, что и был после А. Еще как Б умерла. А А не послышалось, голос Б... Так, А не послышалось, голос был реальный. Вот это вообще непонятно, что это за А, Б и непонятно, кто кому из-за перевода. Возможно, часть я хоть что-то там уловил. О, печать дерева. А, кстати, все, я знаю, куда мне надо идти. Так, это что? Мем. Использованные мем. А, все. Эй! Привет, почему ты все еще здесь? В любом случае, я слышал какой-то шум. А, Сайанг пропала. Что ты имеешь в виду, Сайанг пропала? Хм... Я не понимаю, о чем ты говоришь. Почему так много парней в этой школе, как одержим и Сайанг... Что в ней такого? Эй, давай будем честны. Ты здесь так поздно, потому что пришел к Сайанг? Это так поздно, потому что завтра белый день? Так, это не твое дело. Ну ладно, грубить не будем, так что давай. Э, то есть, Эм... Так, проснись, дурак. Ты думаешь, ты единственная с таким очаровательным лицом, как у Сайан? Ты не знаешь, какая она жирная ведьма. А, хитрая, не жирная, а хитрая. Так, правда, Сайан нравится? Думаю, что ты ведешь себя довольно грубо. Да, она действительно, да, так и есть. И это не все. Есть много странных румяров о ней. Румяр, что она так молодая... Ты слышал что-то, что... Идти за сону, идти куда... Откуда идет звук? Ну, во-первых, бросать ее одну, я думаю, плохая идея. А вот идти откуда идет звук, это еще хуже идея. Так что давайте мы пойдем за сон. За сон. Ты слышал? Ты слышал? Это был как плач женщины. Да, я тоже это слышал. Боже мой, я думаю, что слухи оказались правдой. Ой, это звучало как плач привидения. Может быть, это была мертвая сестра Сайон? Ругань Сайон. А у Сайон была сестра. Помнишь, что я сказала? Ходило много слухов о ней. Сайон выбрала эту школу, потому что ее сестра покончила с собой два года назад. Ее сестра повесилась здесь, и никто не знает, почему она это сделала. Сайон прибирается сюда ночью, чтобы попытаться вступить в контакт с душой своей умершей сестры. Ты знаешь, как, например, для спиритических сеансов цеплялась за прошлое. Это самая глупая вещь, что можно сделать. Цепляться. За прошлое это самая глупая вещь, что можно сделать. Я уверен, что она просто хотела увидеть ее, даже если это был призрак. Да, она просто все усложняет. Кто посеешь, что и пожнешь. Во всяком случае, Сайон точно что-то замышляет. И теперь мы вступим в ее историю. Не обязательно. Сайон может быть в беде. У вас нет доказательств, я за мной. Ну давайте, я у тебя... Что? Что с тобой? Почему ты на ее стороне? Ты знаешь что? Тут что-то нечисто. Ты заодно? Хватит слов. Никаких оприданий. Я уже решил. Я не могу доверять тебе. Я уже решил. Я уверяю тебе. Я не играю за эту маленькую ведьму. И что это было сейчас? Ну и иди своей дорогой. Упс. Где он? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так. Вроде как бы он от нас отстал. Ой. Так, все, мы давай печать просмотрим. Не понял, у меня призрак укусил что ли? Ой. Ну давайте. Я хочу уйти в главное здание 1. Думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok